В черте города Владимира насчитывается более 550 водных объектов. Таковы результаты исследования, которые проводили студенты Института биологии и экологии ВГУ в течение этого учебного года. Предварительные итоги кропотливой работы молодые ученые презентовали в рамках круглого стола на тему «Комплексная оценка экологического состояния водоемов в урбанизированной территории». В центре внимания река Клязьма и ее притоки в пределах городских границ, озера и болота, да и карьеры, малые ручьи. Студенты изучали уже имеющиеся на кафедре данные, брали информацию из открытых картографических источников. Алексей Серов, один из исследователей, подчеркивает, в полях пока не работали. Это следующий этап. К нему молодые люди приступят уже весной. Сейчас закончился только первый начальный этап по сбору информации. Далее будут идти уже опытные работы по заполнению пробелов, ну и в конечном итоге создание экологических паспортов и самого реестра. Исследование водных объектов назрело давно. Последний раз данные о городских прудах собирались только в 2008-м. В перспективе у каждого водного объекта будет экологический паспорт. И хотя изучение только началось, результаты уже настораживают. Многие водоемы практически исчезли, высохли или заросли. Хотя, как отмечали участники дискуссии, в некоторых прудах могут водиться краснокнижные растения и животные. 2017-й объявлен годом экологии, а значит, внимание к состоянию рек и озер города должно быть повышенным. В принципе, задачи, которые ставит президент, которые ставит перед нами правительство, да и которые должны, наверное, поставить мы сами перед собой, это первое привлечение внимания граждан к проблемам экологии. Это вопросы, связанные с безопасностью существующих экосистем и сохранение многообразия биологических видов. Дискуссия показала, в реестре водных объектов заинтересованы все, и его нужно довести до общественности. В том числе информация полезна застройщикам, чтобы, к несчастью, дом не возвели во враге или на болоте. Как шутит главный эколог региона Алексей Мигачев, строители главные враги экологов, значит, надо договариваться. К слову, директор Департамента природопользования и окружающей среды, кроме свежих данных, ждет от Института биологии и экологии будущих сотрудников. Поэтому это важно, может быть, даже в большей степени не для конкретных каких-то задач, сегодня мы сейчас решим, а это формирование специалистов, формирование людей грамотных, с которыми нам потом предстоит работать, чтобы они нас понимали, наши проблемы, которые стоят вообще перед областью, перед обществом. Они, как специалисты, были в тренде. Итогом встречи стал постулат сохранить то, что имеем, и поставлены задачи на будущее. Например, создать в черте города больше рекреационных зон. И тут многое зависит от общественности, согласились участники круглого стола, вспоминая спасенные от запустения Соловьиный пруд. Екатерина Зинурова, Виталий Сергеев, Губерния, 33.